Вячеслав Наговицын поздравил всех с началом нового учебного года и открытием школы раздельного образования. Уже со следующего года здесь будут обучаться одни девочки. Как отметил глава, Мариинская школа-интернат должна стать продолжением славных традиций российского классического женского образования. Здесь будут обучаться 140 девочек со всей республики. Конкурс на одно место уже превысил 5 человек. Мы хотим сделать Мариинскую школу для того, чтобы готовить исключительно женским специальностям и готовить девушек для будущей жизни. Отсюда будут выходить девушки, которые полностью в жизни все, что женщина должна иметь, уметь делать, они будут уметь это делать. Это интернатное учреждение. Они здесь будут учиться 24 часа в сутки. То есть в первую смену они будут получать обычные знания, во вторую смену все классы будут в их распоряжении предоставлены. Они будут здесь учиться шить, готовить. Глава республики добавил, что 6 сентября откроется еще одна школа гендерного образования «Кадетский корпус». Крупные изменения коснулись еще одного образовательного учреждения. С этого года 9-летняя школа номер 38 стала полноценной, средней, общеобразовательной. Школа развивается, школа не стоит на месте. В школе появляются новые площадки. Сейчас здесь буквально в ближайшее время появятся еще новые тренажерные площадки, где могут заниматься не только дети, но и жители всего микрорайона. Гимназию номер 14 можно смело назвать гордостью города. Это одно из ведущих образовательных учреждений. Здесь используются как современные оборудования, так и передовые педагогические методики. В День знаний на главной площади прошла ярмарка-выставка учреждений дополнительного образования. Таких в Улан-Удэ-46. Среди них 4 лагеря, 19 детских спортивно-юношеских школ, 5 домов творчества и детские подростковые клубы. Для полноценного развития и воспитания ребенка посещение секций и кружков просто необходимо, считает Михаил Янов. «Ой, я много ходил. Я был и киномехаником, я был в танцевальном кружке, я в духовом оркестре был. Потом меня записывали куда-то, петь не получилось. Ну, в общем, много. Все интересно. Все интересно». Воспитанники городского дворца и районных домов творчества подготовили для горожан концерт, а другие участники выставки продемонстрировали лучшие работы. Посмотреть своими глазами, чем занимаются ребята в Центре патриотического воспитания, почувствовать себя водителем карта, словом, выбрать для себя занятие по душе и записаться в понравившуюся секцию или клуб. И все это в одном месте в один день. Такая возможность была у каждого, кто посетил ярмарку. Сергей Соголов, Доржичий Допов, Новости дня.